А вас это устраивает? Да меня устраивает. Устраивает? Конечно. Я получаю деньги, я работаю. Мне сказали, что у вас имеют счета за граничный банк. Вы правы? Да ладно. Откуда это не права? Вы мне скажете, Евгений, я богат? Я богат. А сколько у меня денег на счетах на зарубежных банках? Ну, насколько мне известно, у меня нет счетов за зарубежный банк. Тружусь, я программист, привансер. Я за правозащитную деятельность ни разу не знаю, ни одна копейка. Претензия не только прокурору города Сургут, но и прокурору ХМАУ. Прокурор города Сургут Балин Леонид Алексеевич и прокурор города Огрогла ХМАУ. То есть вот на такую пачку наших обращений отвечают от одной страницы сразу на 13 обращений. И это происходит не только со мной, это происходит со всеми жителями города Сургута и вообще всего ХМАУ. Прокурор города Гигантская машина действует, которая просто занимается перерабатыванием макулатуры и бумаги в макулатуре. По нашим 800 обращениям ни одного головного дела не возбудено, никто не наказывает. А вас это устраивает? Да меня устраивает. Устраивает? Конечно. Я получаю деньги, я работаю. Вы помните такого бабушкина Антона Владимировича? Так, я все понял, ясно. Давайте тогда к прокурору вернемся. Вот на это все он отвечает только одной бумажкой. Вот в этом риск и заключается. Я вам еще раз объясняю. Я плачу налоги, покупаю любую вещь в любом магазине. Кто об этом говорит, их либо задержит, либо цифру что-то дает. А вас это устраивает? Да меня устраивает. Устраивает? Конечно. Я получаю деньги, я работаю. Всем привет. Сегодня вышел сюжет. Вот только что узнал об этом буквально 5 минут назад. По телевизору, по местному телевидению Сургут Информ ТВ выпустила сюжет, компромат на меня, на нашу правозащитную деятельность и на всех людей, которые участвовали в процессе. Статья называется «Недоволен ответом. Живорожденный сургутянин подал в суд на прокурора». Сначала смотрим их версию полностью, потом их версию с моими комментариями, а потом нашу версию, что на самом деле было. Итак, поехали. Иск против прокурора. В Сургутский городской суд поступило заявление ответчикам, в котором значится Леонид Балин. Ему, как и всем остальным. Не только Балин, но и прокурор Балин, но и прокурор ХМАО округа. Об этом они умолчали. Правоохранительным службам города истец хорошо знаком. Это Антон Булгаков. Сам себя он называет представителем живого, живорожденного человека. Это неправда. Я себя никогда представителем не называл самого себя. Я живой, живорожденный человек. Я живой, живорожденный человек. С собственным именем Антон. Из рода Булгак. Сын Николая. Гражданином Российской Федерации я себя не считаю и не являюсь им. Никогда никакой документ не подписывал, что я принимаю гражданство РФ. Также я не являюсь физическим лицом. Если у вас есть какие-то доказательства, проверните это. Кстати, сама Марина в телефонном разговоре, который будет предоставлен позже, сама себя назвала живым человеком. Человек живой, вот у вас в контакте даже. Но вы живой человек? А? Вы человек? Вы живая? Да. Ну вот и я такой же. Слушаем дальше. Чем недоволен этот человек? И почему полицейские, следователи и сотрудники прокуратуры хватаются за голову, когда слышат его имя? Ну это хорошая новость. Надо хвататься не только за голову, но и за закон, изучать его и действовать согласно ему. Потому что давали присягу и клятву. Расскажем в следующем сюжете. Вы живете в России или в СССР? Я не знаю. Я этот факт исследую. Вы сейчас пытаетесь разобраться, в какой устране живете? Да. Кстати, все вопросы, которые задавал Евгений, вот он слева сидит, корреспондент Евгений Николаевич. Каждый из его вопросов я слышал на допросах, когда меня допрашивал отдел Т по борьбе с терроризмом и экстремизмом. То есть, когда меня пытали, когда мне перекрестные допросы устраивали. Вот так же человек 20-30 сидел вокруг меня, сотрудников отдела Т, и все те же самые вопросы мне задавали. Я так понял, они специально вот этот репортаж устроили, чтобы допросить меня под видеокамеру через СМИ. Но я знал, что отвечать, и им не удалось поймать меня на каких-то серьезных вещах. Дальше будет полная версия нашего интервью. Действительно вопрос серьезный. Для тех, кто называет себя человеками живыми, стилистика именно такая. Тема организации российского государства главная в жизни. Судя по видеороликам, которые они размещают в сети, у сторонников этой идеи есть сомнения в том, что после распада Советского Союза они по-настоящему, а главное добровольно, стали гражданами Российской Федерации. Антон Булгаков и компания имеют несколько необычное мнение по поводу государства, законов и символики. В суд Антон Булгаков пришел с группой единомышленников. Суть его претензий к Леониду Балину сводится к тому, что... Не то, как Балину, прокурору города Сургута, но и прокурору Хмау. Опять умолчивает. ...что истец недоволен ответами прокурора на свои жалобы. А вернее... Я недоволен не ответами, а тем, что он нарушает законы Российской Федерации, УПК, ФЗ-59 и приказы Генеральной прокуратуры. Это я ему тоже все рассказывал. Все это будет в интервью. Опять все умолчали. Скупостью формулировок, которые использует руководитель Сургутского надзорного ведомства. Всего за полтора года нами было направлено свыше 800 обращений. Это более 8 тысяч страниц в разные правоходительные органы. В том числе Генеральную прокуратуру, Следственный комитет. Обратите внимание, уже не пишут человек или живой человек или живой, живорожденный человек. Специально пытаются унизить мой статус и пишут большими буквами, то есть как персону. Не по правилам русского языка. По правилам русского языка первая буква большая, остальные маленькие. И правильно писать ИОВ. Если вы все в Сургут Информ ТВ не понимаете, что такое ИОВ и ФИО, и в чем разница, и что такое ФИО и ИОВ написано большими либо маленькими буквами, либо по правилам русского языка, так изучайте. Все ваши удивления от того, что я говорю, от вашего незнания. Это все равно, что после этого сюжета был специально сюжет ставлен про плоскую землю, чтобы связать эти сюжеты, что я якобы какую-то чушь несу. И там говорили про Коперника, что Коперник бы с ума сошел от такого заявления, что земля плоская. Так вот, я вам приду пример, когда, допустим, тот же Коперник или Ньютон приходит в первобытное племя и начинает рассказывать, что такое физика, что такое шарообразная земля и так далее, что такое астрономия, что такое звезды. А ему вот эти первобытные люди, которые только и знают, что такое камень и палка, они ему отвечают, что что ты нам катаешь, вот камень, вот палка, мы просто не понимаем, о чем ты говоришь. Разные правоохранительные органы, в том числе Генеральную прокуратуру, Следственный комитет, прокуратура ХМАО, прокуратура города Сургут, во все инстанции. И мы постоянно получаем отписки и обжалуем их такими документами, на которые они, ну примерно 68-70 страниц, на которые они отвечают одним листом. Между тем представители права... А вот это сюжет из Следственного комитета, куда я пришел знакомиться с материалами проверки, по моим обращениям, всего 12 томов. Вот такая вот стопка лежит в Следственном комитете, и они вот этот сюжет не показали по телевизору, хотя там есть что показать, то есть и пришел, я написал заявление по законам РФ с требованием ознакомить меня с материалами проверки, по моим заявлениям и по заявлениям других людей в моих интересах. Ермолаев запретил мне ознакомиться с материалами, фотографировать их. Ну я начал читать, не стал спорить, сижу читаю спокойно и на меня вызывает три наряда полиции. Шесть полицейских и два журналиста приезжают. Светят мне в лицо ярким светом и начинают мне вменять то, что у меня якобы поддельные документы Общественного комитета по борьбе с коррупцией и удостоверение журналиста тоже поддельно. Я предполагаю, что это Ермолаев вызвал на меня полицию, и при этом вот они сейчас будут утверждать, что я дестабилизирую работу Следственного комитета. Наоборот, они своими действиями, то есть я пришел на законных основаниях знакомиться с материалами проверки, я начал с ними знакомиться, а чтобы я с ними полностью не ознакомился, они вызвали на меня три наряда полиции. Более того, меня увезли в отдел полиции, взяли объяснение, то есть не дали мне в этот день ознакомиться с материалами проверки. Мы на следующий день снова пошли в следственный отдел, уже втроем, и нам снова отказали в ознакомлении с материалами проверки, вообще полностью отказали. И еще раз на нас в наряд полиции вызвали. То есть это, вот я считаю, что вот, а вызвал следователь Осмолов. То есть это вот Осмолов дестабилизирует работу Следственного комитета, не дает, не дал мне ознакомиться с материалами проверки. И вот это они все переворачивают, что это якобы дестабилизирует работу Следственного комитета. Поохранительных органов кулуарно рассказывают. Булгаков и его сторонники иногда просто парализуют работу. Они закидывают людей. Вот видите, удостоверение инспектора у меня лежит на столе. Я им все показал. И паспорт, и удостоверение журналиста, и удостоверение инспектора. А вот эта папка лежит. Это материалы проверки, с которыми я знакомился. И в форме своими жалобами. Те только успевают отвечать. Ну, никак для... А вот смотрите, какого-то сотрудника, бывшего сотрудника полиции они позвали. Но я предполагаю, это либо вот кого за последнее время уволили. Бабушкин Владимир Анатольевич, да? Бабушкин Антон Владимирович, Одиноченко Павел. Это что, вот кто-то из них? А что вы прячете лицо? Что вы ему голос изменили? Я вот ни от кого не прячусь. Пожалуйста, давайте в прямом эфире, один на один будем разговаривать в прямом эфире. В любое время, в любом месте. Я таким образом вызывал начальника полиции на словесную дуэль. Но он до сих пор не явился на словесную дуэль. Разве честный человек будет прятать лицо и изменять себе голос? Он представляет угрозу только для... А вот при чем тут паспорт СССР, я не знаю. Дестабилизировать, допустим. Специально ставили паспорт СССР, чтобы дискредитировать. Работу государственных органов, правоохранительных органов, ну, просто мешает работать людям, делать свою деятельность. Несмотря на неоднозначность... Вот, смотрите, лежит материал проверки, первый том из трех. Я его наполовину успел прочитать, и на меня вызвали три наряда полиции. Шесть полицейских. И спорность суждений живорожденных по закону Российской Федерации, которому, кстати, у них самих есть вопросы, правоохранительные органы обязаны реагировать на... Вот, видите, я вам показал паспорт и удостоверение инспектора общественного комитета. Ссылка будет в описании. Вон есть этот штрих-код, QR-код, справа, в правом нижнем углу. То есть они отсканировали, проверили, что я действительно являюсь инспектором, есть свидетельства. Вся информация размещена в интернете, в открытом доступе. Более того, они мне предъявили, что у меня удостоверение журналиста не является недействительным. И вообще заявили, что такого средства массовой информации не существует. На что я им тут же на телефоне открыл сайт Роскомнадзора и показал, что данное СМИ зарегистрировано, и оно действующее. Официальная информация с официального сайта. Ну, полный беспредел происходит. Их обращение. На этой неделе должно было состояться первое заседание, где ответчиком выступает прокурор города. Правда, Леонид Балин не пришел. Балин, а что ж ты не пришел-то? Что ж ты даже представителей не прислал? Специально затягиваешь процесс. Я так считаю. Если тебе нечего бояться, и все твои действия законные, что ж ты не пришел-то? Я вот пришел. Я действую по закону. Официально по уважительной причине. Правда ли, Али... Еще раз. Они заявляют в конце, что он не пришел по уважительной причине. Это не соответствует действительности, потому что на момент заседания, 19 ноября, есть аудиозапись, которую мы ввели во время заседания. Шерстобитов, лицо в черной мантиях, заявил во всеуслышание, что причина явки неизвестна. И Балин был извещен должным образом. У нас в судебном заседании не явился прокурор города Сургут. Извещен надлежащим образом. Причина явки неизвестна. Причина явки неизвестна. А сейчас они заявляют, что причина у него уважительная. А какая причина? Почему нам не сообщили? Анид Балин не пришел. Официально по уважительной причине. Причина явки неизвестна. Вот смотрите, Сургут Информ ТВ можно снимать в Следственном комитете, а мне нельзя. Вот это все лежат открытыми материалы проверки. Мне запрещают фотографировать мои материалы проверки. А и Сургут Информ ТВ разрешают снимать. Это как так? В общем, дальше смотрим нашу версию. Алло, Антон. Да. Здравствуйте, меня зовут Мария Лебегитель, компания Сургут Информ ТВ. Можете говорить? Да, слушаю вас. Вот вы нам письмо отправили на почту и, в принципе, на прошлой неделе вас снимали в Следственном комитете, поэтому мы хотели бы сделать сюжет о том, что за организация живородящая, живорожденная, да, правильно? Нет никакой организации, вы ошибаетесь. Ну, человек живой, вот у вас ВКонтакте даже. Ну, вы живой человек? А? Вы человек? Вы живая? Да. Ну, вот и я такой же. Ну, я не создаю группу ВКонтакте с такими названиями. А у меня есть такая группа? Да. Где? Покажите. Сургут Надор по защите права и свободы, вот тут ссылки на вся суть о живых. Да, совершенно верно. Изучая тему. Что-что? Изучая тему. Какую? А живых, живорожденных? Есть такая тема в интернете. А кто? Что это? Ну, это люди, которые считают, что якобы их умертвили каким-то там приказом какого-то французского короля или английского, который на французском языке. Ну, раз вы изучаете эту тему, я так понимаю, вы не признаете паспорта Российской Федерации? С чего вы взяли? Я у вас спрашиваю, я ничего это не беру. Я использую его. Ну, а вы признаете его как документом фактически, да? Ну, я признаю, что он существует. Ну, и вы гражданин Российской Федерации как-то. Вот в этом я сомневаюсь. Понятно. Ну, мы запишем с вами интерпрет, просто вот рассказали, что я за человек живой и как бы... Ну, вы это официальное приглашение? Да. А вы можете на почтовый ящик отправить? А мы такого не делаем. Мы по телефону звоним всем нашим спикерам и договариваемся с ними без всяких... Ну, и когда вы хотите? Завтра. Завтра? А во сколько? Во сколько вам удобно? В любое время. Ну, давайте, например, в час. Сможете к нам подойти в телекомпанию или нам к вам подъехать? Я подойду. Ну, если у вас есть какие-то документы, там, связанные с вашим расследованием, можете их взять. Вас интересует какая тема? Только вот это, живых, живорожденных? Да. И ваше обращение в следственный комитет, с чем они связаны были? Связаны ли эти две темы между собой или нет? В принципе, нет. Ну, так и скажете. Добро. Завтра в час вы у нас, да? Хорошо, договорились. Все, до завтра, до свидания. До свидания. Новости? Алло. Алло, здравствуйте. Сейчас, секундочку. Да? Здравствуйте, Юля? Да, здравствуйте. Здравствуйте, вы мне вчера звонили, Антон Николаевич Глубек. По поводу интервью. Так, нет, не я звонила, а Марина, я, наверное, звонила. Можно с ней связать? Она вышла. Перезвоните прям буквально минут через пять. Или вы опаздываете, я не пойму. Ну, да, мне не получится прийти. Вы можете связать с директором, переключить на директора? Нет, я не могу, потому что это же неприемная моя редакция. А телефон приемный подскажите? Сейчас, подождите, вот Мария идет. Алло. Да, здравствуйте, Мария. Здрасте. Антон Николаевич Глубек. Да, 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 ага. Мне не получится прийти, я готовлюсь к суду. А может быть завтра? Скорее всего после 20-го числа, потому что суд состоится 19-го ноября. Ну, мы бы как раз про суд и сказали. Ну, и так расскажите. Так, нет, без вас-то как-то сделать? Ну, часа времени у вас не будет? Видеоматериалы все доступны в интернете, и документы в том числе. Ну, видеоматериалы всегда можно трактовать по-разному, доступны или недоступны в интернете. Вы как бы тут тот самый первоисточник. Ну, нет, ну, час времени, давайте так, там, полчаса, да, условно. У вас цель какая? Компромат снять? У меня цель разобраться в вашей деятельности, в вашей, ну, там, что такое живые люди и так далее. Вы произнесли слово «живородящие». Слово «живородящие» у меня нигде не используется. Ни разу я его никогда не использовал. Ну, я-то с вами лично не общалась. А знаете, кто его использует? Кто? Сотрудники отдела ТЭПа борьбе с терроризмом и экстремизмом, конвоиры, полицейские, участковые. То есть у вас это слово оттуда. Ну, у меня и среди них друзей немного, прямо скажем. Ну, а где вы это слово взяли? Ну, вот где-то, вот так оно с вами ассоциируется, видимо. Ну, вот я пришел к выводу, что у вас цель снять компромат перед судом. О том, что у вас суд, вы нам, кстати, сообщили сами. Да. Ну, вы понимаете, вот, например, выйдет сюжет тогда без абсолютно вас. Ну, вас же суд не интересует. Почему интересует? И запрос уже направлен. Вас же вот эти шедения... Так, Антон Николаевич, я дико извиняюсь, давайте вот по существу. Значит, вот смотрите, сюжет выйдет в любом случае, да? Да, конечно, было бы логично и адекватно, да, почкивал это слово, чтобы он вышел с вашим участием непосредственно. Вы либо отказываетесь от съемки, либо нет на этой неделе. Я не отказываюсь. Вы готовы в прямой эфир выйти? Нет, не готовы. На технический мы этого не делаем. Причем здесь прямой эфир? Ну, как-то не делать. У вас есть прямой эфир, наверное, на Сургуте? Нет, у нас нет прямых эфиров в Сургуте Форум ТВ. Давайте вот хотя бы вот здесь вы не оспариваете мои слова, да? Как? Вы ни разу за всю историю не проводили прямой эфир? За историю выходили, сейчас не выходим. А, ну вот видите, значит, есть техническая возможность, правильно? Ну, для вас конкретно гнать ПТС-ку, чтобы с вами конкретно выходить в прямой эфир, никто не будет, вы понимаете, да? Потому что ПТС-ка работает на волейболе, например, на каких-то общероссийских событиях. То есть масштаба города вы ни разу прямой эфир не проводили? Я вас правильно понял? В бытность в начале СТВ проводили. Сейчас программа СТВ выходит не в прямом эфире. Может быть, я открою для вас тайну. Вы какие-то гарантии можете дать, что я ознакомлюсь с сюжетом? Нет, я могу только по закону о СМИ, вы же, наверное, человек, который в законах разбираетесь. Вы понимаете, что я могу вам предоставить только те куски, ну, то есть синхронные, те куски, которые говорите вы. Для ознакомления, да, я могу вам предоставить, но сюжет нет. Ну, смотрите, год назад, даже полтора, приезжало НТВ, тоже хотели, говорили, разобраться, все дела, три часа нас снимали. А в итоге перевернули все так, что якобы мы какие-то там сектанты, и я не использую паспорт, и все такое. Вот это мне зачем? Вот опять 25 будет, то же самое возможно с вашей стороны. Антон Николаевич, у меня тут съемка уже. Вы соглашаетесь, потому что вы серьезно выходите на эту неделю или нет, или мы выходим без вас? Я вам говорю, я готов это обсудить после 20-го числа. Мне, я говорю конкретно про эту неделю, на этой неделе мы с вами записываем интервью, да или нет? На этой неделе у меня не получается. Я готовлюсь к еду. Все, поняла вас. То есть я говорю в сюжете, что вы на этой неделе отказались от интервью, правильно? Не отказался, а занят и готовлюсь к суду. Хотя бы по телефону мы можем записать вас, раз вы готовитесь к суду. У меня нет времени на это. Все, я поняла вас. Всего доброго, до свидания. Всего хорошего. Евгений, как вас? Не похоже. Нет, а отчество? Евгений Николаевич. Евгений Николаевич. А правда... А правда говорят, что у вас прямых эфиров на телевизорах? Нет? Просто Марина, журналист, связывала со мной и говорит, что я хотел взять мне интервью. Я говорю, я согласен только на прямой эфир. Она сказала, что у них прямых эфиров нет. Бесплатно не давайте. Вашей интервью стоит денег. Они зарабатывают, зарплату на этом получают. Я тружусь безоплатным, во всеобщее благо. Нет, это если это народ. А если это сны наши... А, они что, не народ? Конечно, не сны. Такие же люди любят. Их обеспечивают администрации. Ну, это на их совесть. Всем благодарствую и напоминаю, что 28 ноября в 16.30 состоится второе судебное заседание. Я вызвал прокурора города Сургут и прокурора округа Хмао, Батвинкина и Балина в суд и требую признать их действия незаконными. Ввиду того, что они вот на такую стопку наших обращений в порядке УПК 141 и 124 прокурор Балин ответил одной отпиской без доводов и мотивов. Будет очень интересно, будет прямой эфир. Будем снимать видео, будем подавать ходатайства. На первом заседании присутствовали журналисты СМИ с Сургутной Форум ТВ. Надеюсь, они и в следующий раз придут. Я уведомил все СМИ города, региона, страны и даже мира. Разослал всем сообщение о том, что 28 ноября состоится суд. Будем надеяться, что они все придут и ответят с объективной стороны. И народ, каждый из вас, если не согласен с действиями должностных лиц или служащих, вы каждого из них можете вызвать в суд всего за 300 рублей. Оплачивайте госпошлину, готовите иск, подготавливайте все доказательства и подаете в суд. При этом подаете ходатайство о видении аудиописьменного и видеопротокола и снимаете все на видео, прямой эфир. Каждого, кто нарушает клятву и присягу, можно вызвать в суд всего за 300 рублей. Увидимся в суде. Всем пока. Мы сейчас будем видео записывать. Беспокойте нас, пожалуйста. Не беспокоить? Можно вас на секундочку пока? Да. Первый вопрос, знаете, какой? В чем суть претензии прокурора? Вот сейчас судебное заседание, которое перенесли. Претензии не только прокурору города Сургут, но и прокурору Хмау. Прокурор города Сургут Балин Леонид Алексеевич и прокурор города Огрога Хмау Батвинкин, не помним ее, милая честная. Суть вопроса. Напомню, всего за полтора года нами было направлено свыше 800 обращений, это более 8 тысяч страниц, в разные правоходительные органы, в том числе Генеральную прокуроратуру, Следственный комитет, прокуратура Хмау, прокуратура города Сургут, во все инстанции. И мы постоянно получаем отписки и обжалуем их такими документами, на которые они, ну, примерно 68-70 страниц, на которые они отвечают одним листом, одной отпиской. При этом не приводит ни один довод, ни один довод, не опровергает ни один наш довод, и отвечает, что нарушения не установлены. Все, точка. Хотя мы фишем основную часть наших обращений, вот на такую пачку обращений, это все, это 13 обращений в порядке УПК 141 и УПК 124, то есть согласно закону Федеральному уголовно-процессуального кодекса. Они это все, чтобы не регистрировать преступления, они все переводят в обращение в порядке 59 ФЗ и отвечают отписками. Отвечают немотивированно, не соблюдают сроки, то есть с нарушением там больше 30 дней отвечают. И это происходит не только со мной, это происходит со всеми жителями города Сургут и вообще всего хмао округа. Я наслышан, что во всей стране такое творится, просто, я не знаю, какая-то гигантская машина действует, которая просто занимается перерабатыванием макулатуры и бумаги макулатуры. По нашим 800 обращениям ни одного уголовного дела не возбуждено, никто не наказан. Ну, может, действительно не было причинного возбуждения. Посмотрите наши видео, их около 150. Вы помните такого у Бабушкина, Антона Владимировича? Так, я все понял, ясно. Давайте тогда к прокурору вернемся. Мы с вами просто разговариваем уже про Бабушкина. Подождите, я рассказал, в общем, давайте вот именно конкретно, что именно по иску. Да, по иску. Вот я хотелось бы, есть конкретные нарушения, которые вы хотите доказать, что вы сейчас меня называете на 3D? Да, я подал иск в суд, в городской суд Сургута, в связи с тем, что вот я взял определенный период, я взял только одну отписку прокурора Балина, которой он ответил сразу на 6 наших обращений. Хотя мы их писали в порядке УПК 124 и 141. То есть он должен был рассмотреть их строго в порядке федерального закона УПК. Вместо этого он все переводит в статус, все наши обращения о совершенных преступлениях и обжаловании их действий. Он переводит в обращение в порядке 59 ФЗ и нарушается даже сроки в 30 дней. Отвечает одним листом, то есть вот на такую пачку наших обращений, отвечает одной страницей сразу на 13 обращений. Причем выбирает из них только меньше половины, причем выброшены, непонятно там ни номеров, ничего не сообщается, на что он ответил, непонятно. Это все вырежется. Перестаньте создавать шум. Пошумели и хватит. Остановитесь. Все, держи. Тихо. Все, что такое? На чем я остановился? Давайте начнем с того, какие претензии в этом судебном заседании будут разбираться. Я взял только вот эту одну отписку Балина и поднял всю переписку. Вот он там сообщает определенные даты, ваши 6 обращений за какой-то период. Я взял вот этот период и поднял, и выяснил, что за этот период, только вот за один месяц, я направлял 13 обращений. Один из них в порядке УПК-124 и два обращения в порядке УПК-141, то есть заявление о совершенном преступлении. По этим обращениям, по идее, я должен был получить как минимум 39 уведомлений о продлении сроков рассмотрения и как минимум 13 постановлений о возбуждении уголовного дела, либо об отказе, либо об удовлетворении жалобы в порядке 124, либо об отказе в удовлетворении. Вместо этого я просто получаю отписку на одну страницу, и пожалуйста, обжалуйте бесконечно, чем в принципе за полтора года я и занимаюсь. То есть постоянные обжалования идут. Постоянные отписки, постоянные обжалования. И результата никакого. Ни одного уголовного дела не возбуждено, никто не наказывает. Я правильно понял, сейчас вы пытаетесь доказать, что прокуратура работает неправильно? Да, она работает неправильно, и это написано в законах РФ, то есть они дали присягу исполнять законы РФ, в том числе федеральный закон об обращениях, УПК закон, закон 59 ФЗ, но они это все нарушают. Прокурор Балин не только нарушает федеральный закон ОПК и федеральный закон об обращении 59, но еще и приказы генерального прокурора. 743, 212, 45, там еще есть приказы. То есть Балин, по сути, давал присягу, все это соблюдать, исполнять. Вместо этого он постоянно нарушает присягу и нарушает все эти законы. Именно с этим связан мой иск. Я взял эпизод именно в месяц, и именно только по одному его отписке. И вот на это все он отвечает только одной бумажкой. Вот в этом иск и заключается, что мы раньше писали заявление в прокуратуру, в генеральную прокуратуру, и даже открыли петицию на сайте с требованием уволить прокурора Голида Сургута за многократные систематические нарушения не только федеральных законов, но и приказов генеральной прокуратуры и за нарушение присяги. Ясно, с прокурором мы забрались. Вот когда вы говорите про себя, мне ясно, когда вы говорите мы, а кто мы? Мы это люди, которые пострадали тоже от действий прокурора, от его действий, бездействий незаконных, систематических. То есть мы друг друга находим в той же прокуратуре, когда приходим, в следственном комитете и так далее. То есть беда нас общая объединяет. Вот это беззаконие, которое творится постоянно в городе Сургуте, оно нас объединяет. Люди, у которых нарушается права и свобода, они общаются между собой, вот так мы и находим друг друга. Ясно. Еще я заметил на суде такую вещь, что вы не называете себя гражданином, а называете человеком. Да. В чем принципиальная разница? В чем суть вообще вашей идеи поменять это, понять? Это как-то к иску относится? М? Это к иску как-то относится? Нет, я вообще хочу понять. Почему нельзя назвать, как все называют людей? Почитайте законодательство в Российской Федерации и поймите, какие обязанности. Вот есть три статуса в российском законодательстве. Человек очень редко встречается, гражданин очень часто встречается и физическое лицо. У всех у них разные права и разные обязанности. Вот и все. Ясно, хорошо. Но, вот смотрите, я так понимаю, когда началось вот это вот, встретились в первый раз с полицией, там же получилось, вы в налогово пришли какую-то справку брать? Мы пришли брать выписку юбрил на саму налогово, за которую заплатили деньги 800 рублей. В смысле, выписку юбрил, на саму налогово? Они не хотели вам давать? Они выдали, но печать была нечитаема. То есть они постоянно оставили, ну, крик да в кость, то есть там невозможно было прочитать какие-то надписи. А там должен читаться ОГРН, ИНН, ну, то есть все их визиты на печать. Мы просто просили поставить четко, потому что, извините меня, мы заплатили за услугу, и мы имеем право требовать предоставить ее качественно. То есть печать должна быть читаемой. В итоге нам ее поставили. Ясно. Другой вопрос. У вас же были какие-то отказы от паспортов, что у кого-то, у кого-то, я не отказывался от паспортов. У вас нету такого? Нет. У вас идеи, в принципе, только отстаивают права людей. Я правозащитник. Отстаиваю права и свободы не только себя, но и другим людям. вы признаете Российскую Федерацию? Как нет? 51 статья. 51 статья Конституции Российской Федерации. Можно ли на допросе? Не на допросе. Ну, тогда я отказываюсь от отличать от этого вопроса. По смыслу про себя, чтобы беседовать. Если вы хотите. Ну, еще один вопрос. Вы платите налоги? Платите... Конечно. Налоги платят все, кто покупает что-либо в магазинах. Потому что... Потому что стоимость каждого товара включена налог на добавочную стоимость. Ну, в смысле, а вот кому налогу выплачивают? Я согласен с тем, что... А это как относится? Я, конечно, это мой интерес. Я отказываюсь отвечать на это. Я знаю. В принципе, я хочу просто понять ваши идеи, чего вы достигаете. Я так понимаю... Я призываю прокурора исполнять присягу, которую он дал. Я с прокурором понял. Я вообще... Про прокурора я прекрасно все понял. Вы мне все кратко объяснили. Ну, у нас же была договоренность только по прокурору поговорить. Я просто, в частности, спросил про вас. Просто признаете вы Российскую Федерацию? Или нет? Просто есть люди... Это мое личное дело. Нет, я согласен, что это мое личное дело. Есть люди, которые не признают. Покажите территорию Российской Федерации. Режим тишины. Ну, есть и есть, и что? Вы живете во всем Y-ц... Я не знаю. Я этот факт исследую. Вы сейчас пытаетесь разобраться, в какой стране живете. Да, да. Первый дом это есть? Есть. Вот я недавно узнал из видеоролика на ютубе, что Российской Федерации... Юрисдикция Российской Федерации, согласно Конституции, по-моему, статья 67, могу ошибаться, находится на континент... Распространяется только на континентальный шельф и на особую экономическую зону. Континентальный шельф, знаете, что такое? Это дно морского дна. Это морское дно. А мы с вами где находимся? На суше. Вот это вот как можно объяснить? Вот я пытаюсь выяснить. Я задаю вопрос, мне это интересно, я исследователь. Вы признаете Российский БАК? Я признаю его существовать. Вы сами пользуетесь? Ну, конечно, я же тут прошел как-то. Ну, а вообще, например, вы как человек, работающий, за властью платить налоги и... Я вам еще раз объясняю. Я плачу налоги, покупаю любую вещь в любом магазине. Это обязательно налоги, которые человек сам должен платить. А другие не обязательно? Не обязательно, человек выплачивает сам. Кто-то отказывается от этого, кто-то нет. То есть налоги у нас добровольны? Налоги никогда не добровольны. Кто-то может отказаться от них и даже несмотря на наказание. В Российской Федерации мы обнимемся, я думаю, не надо. Ребята, давайте без комментариев. Это все потом они перевернут так, что мало не покажется. Понимаете? Молчите, Севчонки. Вы, опять-таки, меня компроментируете. Все же ты пишешь за... Ясно. Еще такой вопрос. Не то. Мне сказали, что у вас имеются счета за граничный банк. Это правда? Да ладно. А откуда ты мне провалился? Здесь мне... А? Здесь мне... У меня не рискало счета. Интересно, тихо. А в каком банке можно узнать? Нет, я не скажу в каком банке. Я просто хочу узнать. Вы говорите, я защищаю права людей. Может, они должны на что-то питаться. Откуда деньги берутся? Деньги на что? На правозащиту? На правозащиту, на исследования, на питание. А вы мне скажите, Евгений, я богат? Я не определяю богатство. А? Я не определяю богатство. А сколько у меня денег на счетах на зарубежных? Я не знаю. Я вам сказал, есть информация. Ну, насколько мне известно, у меня нет счетов на зарубежных банках. Я. Хотелось бы узнать, что я вот, например, работаю с журналистом, получаю деньги. Хотелось бы узнать, вы на своей деятельности отходите деньги? Вы на своей деятельности отходите деньги? Тружусь. Я программист, фрилансер. Вам хватает, да? Других доходов нет. Ну, еле-еле хватает. Но других доходов нет, да, с вашей даже правозащитной деятельностью? Я за правозащитную деятельность ни разу без кого ни одной копейки не даю. Вы же еще и блогер. Вы еще и блогер. Да. Оба канала у меня есть, и они не монетизированы. То есть доход я от них не получаю. Буду доход, наверное, и дверь бы поставил там и все. Все, все. На, тебе перебих. Подожди, покажите, что вы... Объем, объем. Ребята, вы чего провокационные вопросы задаете? Налоги отменены. Налоги отменены. Статья 12 пункт 5. Я их пока еще вырежу. Налоги отменены. Зачем они задают вопросы? Нина. Потому что это экспресса. Они это должны задавать. А вот вы, как корреспондент, ответите, на каком основании вообще налоговое предъявляет налоги народных, если они отменены законом Российской Федерации? Вот я тогда осветлите эту тему по телевидению. Месте осветим. Конституцию, понимаете? Это прописка. Юрисдикция Российской Федерации. Я об этом не раз слушаю. Налоговый кодекс. Статья 12. А вот не в Конституции. Помолчите, пожалуйста. Я вас очень прошу. Это не в Конституции. Я вас очень прошу. Дмитрий, вас можно снять? Правильные территории. Да. Нет, как при полноты картины, то есть как общий план. Я уже общий план снять картины. Сейчас просим вас задышать. Кто об этом говорит, их либо задержит, либо психошку сдают. Погласили. А это прописано в Конституции. Открывайте, читайте, проверяйте сами. Погеседуй. Женя, убей, пожалуйста, что-то. Такая часть сейчас тоже? Нет, он не попадает. Сейчас. Какая тема? Почему? Про антидентальный шейф я рассказал. Кто об этом говорит? Да еще. Их преследует всех. А, да. А чего вы хотите добиться? Вот это написано в Конституции. Сточка. Я хочу правду узнать. Правду узнать. Конституции. Правду узнать, надо добиться. Страну поменять. Я не хочу жить во время. Исполнение. Подождите. Ну, е-мое. У вас интервью, что ли, берут? Да что? Просто чего добиться-то? Вы хотите какую-то правду добиться? Ну, вроде, вся страна так живет. Я ответ-то вернемся. А вас это устраивает? Да меня устраивает. Устраивает? Конечно. Я получаю деньги, я работаю. Вы работаете. А можно у меня сколько получается? Вас устраивает варклата, да? Постоянное повышение налогов. Ваши внести, как вы обдоровываете, на родственные пенсации. Повышение пенсионного возраста. Вас это все устраивает? Меня, это, какие-то вопросы меня не устраивают. Я думаю, можно это законно все решить. Вот мы и пытаемся законно. Вот смотрите, вот 13 обращений, все законно делает. Все по закону. Что происходит? Я так понимаю. С нашей стороны ни одного нарушения закона нет. Вот, мы все по закону делаем. Вот эти вот 13 обращений. Все по закону, срок по закону. Что делает прокуратура, которая должна надзирать за законностью исполнения вот этих всех обращений и так далее? То есть пресекать преступления, следить за законом. Они сами нарушают все эти законы и приказывают генеральную прокуратуру. Вы хотите жить в такой стране, где все нарушают свои клятву? В законе, в основном. Где люди одевают погоны, дают клятву, присягу и каждый день ее нарушают? А вас это устраивает? Да меня устраивает. Устраивает? Конечно. Я получаю деньги, я работаю. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!